Опять разговор о потопах, наводнениях и паводках. На земле сейчас все плавает. Плавает Флорида, плавают Южная Каролина и Северная Каролина, плывут Англия, а за ней и вся Европа, то Северная, то Южная, плывет Австралия и даже пустыня Сахара в Африке уже поплыла. В наводнениях тонут даже слоны, но слоны тонут в тех местах, которые отвели для них мы, люди. Слоны утонули в заповеднике. В наводнениях тонут и люди, в местах, которые они выбрали для себя сами. Демократия не означает, что думать должен кто-то один, тот или та, которых мы выбрали. Каждому из нас голова дана не только для участия в выборах, но и для самосохранения. Мы, каждый из нас, отвечаем за собственную жизнь и за безопасность своих близких. Отвечает не страховая компания и даже не правительство. Страховая компания заплатит потом. Правительство выразит соболезнования, но все это будет позже. Посмотрите, где мы живем. Русло реки понятие растяжимое. Оно, это понятие, очень сильно зависит от количества воды, которая течет в настоящий момент в этом русле. Но русло реки полнит разные моменты. Посмотрите на берега реки, ручья, моря или океана и вы поймете, где вода бывала раньше. И если ваш дом, огород, дача или производство стоит там, где когда-то текла вода, значит вы устроились на чужом месте. На это место рано или поздно возвратится его хозяйка. Вода. Сидеть на чужом месте бесплатно не получается. Рано или поздно придется платить. На этом зарабатывают те, кто продал вам дом или дачу у самой воды. На этом зарабатывают те, кто выделил вам такую землю под застройку. Потом на этом зарабатывают страховщики. А вы на подобном соблазнительном месте можете заработать только в одном случае, если вовремя продадите такую недвижимость. Если мы научимся правильно выбирать место для жизни, то мы имеем шансы научиться выбирать и власть, которой мы сможем доверить руководство страной, областью, городом или селом на некоторое время. Для правильного выбора своего места в жизни у реки или у моря не обязательно быть юристом, маркетологом, мерчендайзером или даже простым физиком. Порой достаточно просто открыть глаза и посмотреть вокруг себя. А вдруг я что-то увижу полезное. В зеркале напротив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok